привет всем друзья сегодня на распаковочке у нас такой вот пакет здесь по идее у нас два фонарика фонарики trust fire или ultra fire точно не помню ну давайте посмотрим что в середине вот у нас ребят такой вот отлично упаковали я бы сказал два сменных под 18 650 кажется аккумулятор да вот так вот друзья упаковали его работа скотчем в середине как видно пенка и пупырышки довольно таки хорошо я бы сказал ну давайте посмотрим придется разрезать конечно вот такой фонарик значит фонарик ultra fire такая у нас кнопка кнопка довольно кстати мягенькая и где-то подкрадывается ощущение что она вот пластмасска которая в середине вылезет порвет резинку да вот эту вот самой кнопки и вылезет наружу но это только предположение мы зум зум в общем диод у нас идет т6 вот он xml т6 вот ну и здесь у нас я так понимаю мы регулируем зум ходит очень мягенько очень добротно здесь у нас градация я так понимаю это зумирование то есть максимальный зум это 2000 люменов но я думаю что 2000 люменов здесь нет опять же вот ну все надо пробовать друзья кстати данный фонарик очень популярен много обзоров уже есть в интернете да ну не знаю буду ли делать на них обзор вот но распаковочку решил сделать вот еще раз покажу вам диод увеличиваем уменьшаем давайте посмотрим чем середине вообще вот такая у нас якобы не знаю позолоченная что ли позолоченный контакт это наша кнопка кнопка резьба кстати резьба друзья не знаю видно вам не видно есть масло есть немножко масла вот смазано и уплотнитель уплотнитель то есть резиночка не знаю будет ли видно резиночка такая прозрачная маленькая но какая-то влагозащита тут есть такая вот от дождя может быть несерьезная что в середине у нас в середине у нас такой переходник на маленький пальчик 3а кстати друзья вот чуть разобрался сам посмотрел оказывается 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 наш бочонок вот ну там середине пружина у нас не знаю будет ли видно но если уже не видно то извиняйте конечно но говорю что в середине есть пружина то есть когда бочонок падает в середину он своим контактом ударяется в пружину и что мне вот немножко в нем не удовлетворяет это вот закидываем и он там болтается но не скажу что это бы радовало как-то да немножко наверно не продумано ну думаю могли бы уже сделать бочонок на три пальчика два а может быть как-то больше пользы было бы но не знаю не мне судить производитель так решил значит так как нужно быть дальше что у нас здесь видим да линза выкручивается я так понимаю да пластик пластиковая линза уплотнителя здесь нет нету никакого уплотнителя никакой резинки и резьба ничем не смазана то есть это ребята есть то слабое место куда обычно наверное и затекает вода поэтому пробовать на тесты на погружаемость никакого смысла нет кстати замечу вот диод наш стоит сурово по центру то есть все соблюдено все хорошо мне нельзя жаловаться что он там где-то сдвинут или еще что-то пока что все все замечательно ну что ж нашел друзья вот таких вот у себя три батарейки не выдержал хотел попробовать все таки на работоспособность значит две батарейки у меня алкалиновые старенькие ну и одна вот кодек цинковая батарейка но я думаю они не поругаются если я попробую так кстати вот под при загрузке да друзья загружается именно вот так так что не путайте сразу включен так не знаю какой то режим давайте так проверим свет бьет конечно результата суда ожидать не стоит режим стробоскопа режим сос не знаю это большой или какой средний режим вот что интересно маленькие нажатия то есть он уже включен друзья до конца не отжимая кнопку и меняются режимы вот смотрите да один режим вот стробоскоп пошел при этом вот ребята такого щелчка нету ну не знаю эта особенность наверное давайте друзья проведем такой эксперимент вот он сейчас включен на режиме сос и давайте я его на этом режиме выключу а теперь это включу и что мы видим друзья включается следующий режим после режима сос вот видите уже стробоскоп выключаю стробоскоп опять включаю уже режим сос опять выключил опять включаю и обычный режим свечения то есть при следующем включении включается просто следующий режим после того на котором выключить вот такой фонарь в принципе модель меня устраивает внешне сделан аккуратно никаких зазубрин изъянов я тут не вижу анодированный алюминий и темлячок но все в общем хорошо будем пользоваться будем конечно смотреть на его работоспособность оценивать что еще немаловажно друзья все говорят что у этого фонаря сильно греется голова поэтому более продвинутые пользователи смазывают термопастой вынижают перегрев этой вот головы ну так как от перегрева у нас может полететь сам процессор сам оплатка диода ну что друзья на этом будем заканчивать вот такие вот два фонаря ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч пока пока